Устремлённая в небо стела со звездой и сотней имён и фамилий, среди которых каждая семья в сельском поселении, находят своего героя. В Великую Отечественную отсюда на фронт ушли 343 солдата, а вернулись только 138. Пятюшский район, всего один район нашей огромной страны, дал стране 8 героев Советского Союза и 5 полных кавалеров Ордена Славы. И в этом сила, мощь и величие нашего народа. К годовщине победы в республике и новые награды. Медаль за доблестный труд из рук президента первым получил ветеран Мубаракзян Тагиров в войну, служивший пантанёром. Пусть молодёжь мирно и хорошо живёт и не забывает усердно трудиться. Мы приняли решение о награждении всех участников и приравных участников войны. Медаль за доблестный труд республики, это 2,5 тысячи человек. Мы до 30 августа торжественно, персонально каждому эти медали вручим. В первых рядах и дети войны. Ракия Былвалиева в 41-м была 7-летней девочкой. Но и дети, чем могли, помогали в тылу. А больше всего запомнилось 9 мая 45-го. А мы, знаешь, как кричат, собирался, молодёжь, война кончилась. Мемориальный комплекс «Вечная память землякам, защитникам Родины и труженикам тыла» появился стараниями помощника секретаря российского совбеза Наиля Мухитова, тоже корнями отсюда. В этом селе родился мой отец, мой дед, мой прадед. То, что мы это сделали, всем селом, ещё раз повторюсь, это пример для подрастающего поколения. Надо воспитывать наших детей на подвигах наших родителей. Для кого-то уже прадедушек и прабабушек мемориал установили поближе к местной школе. Лина Зинатольевна, Андрес Натальцев, ТНВ, Тетюшский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин